Всем привет, легендарные внучата! Вы находитесь на канале Бабка Шоу! И сегодня, ребята, мы с вами пришли в Адопми не просто так! Сегодня выходит новое обновление в связи с нашей Пасхой! Ребята, это супер классный праздник! Очень скоро мы сможем съесть большое количество яиц и, конечно же, поесть большое количество всяких рулетов с маком, с орехами! Ну, давайте об этом мы с вами говорить пока что не будем, чтобы ваш аппетит не очень сильно разыгрался! В общем, ребята, в Адопми уже сегодня вечером выйдет новое обновление Пасха! И сегодня мы с вами поговорим, что же в нем выйдет! Расскажу вам все подробности, которые сейчас известны, а подробностей очень много! Даже уже официальное видео от нашего Адопми вышло непосредственно в Твиттере, поэтому сегодня обязательно посмотрим! Но перед тем, как посмотреть этот видеоролик, ребята, обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк! В данный момент наш канал проживает очень тяжелый период своей жизни, просмотры практически не набираются, просто посмотрите! На каждом видео по 500-600 просмотров! Так что, если у вас есть возможность, зайдите, пожалуйста, на канал, посмотрите несколько видео! Они очень интересные, думаю, они вам понравятся! Ну все, ребята, давайте начинать! И я предлагаю сразу же переходить в Твиттер и смотреть на всю информацию, которая там содержится! Итак, ребята, давайте начинать с нашего Твиттера и посмотрим, что же у нас здесь есть интересного, что же выложили на официальном сайте разработчики Адопта! Во-первых, ребята, это то, что уже сегодня заканчиваются скидки! Да, ребят, те самые скидки, которые сейчас у нас продолжаются в Роблоксе, в Адопме, и это касаемо как раз-таки питомцев и предметов за Робуксы, скидки весенние, которые происходят каждый год! Но мне вообще не нравится это событие, оно является максимально бесполезным, как по мне, по крайней мере. Возможно, вы, конечно, в Адопме донатите, но, как по мне, лучше купить пэтов где-нибудь, чем, например, просто-напросто брать и вот это вот все дело производить! Короче, мне не нравятся скидки, я против таких обновлений, лучше пускай что-нибудь новое выпускают! Давайте чуть ниже, давайте мы с вами посмотрим, это у нас Easter Event, Event Пасха, начинается 14 апреля! Уже 14 апреля, это просто прекрасно! Здесь мы можем также увидеть время, в которое как раз-таки начнется этот самый ивент, и выйдет обновление, и давайте я сейчас вам немножечко все разложу, во сколько и когда! Ребята, если вам точно так же интересно, как и мне, когда выйдет этот самый ивент у нас в Адопте, то все, на самом деле, очень просто, я уже посмотрел и посчитал, здесь написано 8 am Pacific, но нам неинтересно вот это их Pacific время, поэтому, ребята, в 18.00 по московскому времени, в 6 часов вечера, когда вы уже, скорее всего, придете со школы, если вы учитесь со второй смены, выйдет новое обновление Easter Event, как раз-таки нашей Пасхи, то есть это будет ровно в 18.00 по Москве! Также вы можете в гугле забить, например, сколько времени будет в 18.00 по московскому времени! К примеру, ребята, в Астане, в Нур-Султане, точнее, в Алмате и вообще, в принципе, почти во всем Казахстане, это будет 21.00. Просто-напросто таким вот образом вы можете рассчитать. Также, ребята, в 18.00 по Киеву, если вы живете в Украине, то в 7.23 выйдет это самое обновление, там тоже можете ориентироваться в зависимости от регионов, если у вас изменяется часовой ПС. Собственно, ребята, вот таким вот все образом устроено, можете заходить в обновление вовремя, когда оно как раз-таки у нас будет выходить. И вам прямо сейчас предлагаю посмотреть этот короткий видеоролик, минутный от разработчиков нашего Адопта, и как раз-таки ознакомиться с новым пасочным обновлением. Поехали, ребят, включаем видеоролик. Джесси, here and day. Так, давайте будем прям с самого начала останавливать и смотреть. Во-первых, ребята, эти откуда пришли яйца? Спрашивает как раз-таки наш Джесси. Вот такое вот яйцо лежит на дороге, и написано, что это, ребята, у нас обновление Пасха в Адоптме. То есть весь наш мир теперь покрыт яйцами, и это обновление как раз-таки Пасхи. И это значит, ребята, то, что здесь есть огромное количество яиц по нашей карте. Вот, смотрите, ребята, яйца будут как раз-таки по всей карте разбросаны. Новые локации будут доступны у нас вокруг нашей карты. Пока что об этом ничего не сказано. Но у нас, ребята, будет также возможность собирать и коллекционировать эти яйца. Что, вероятнее всего, наталкивает нас на то, что будут какие-то новые квесты, возможно. Будет какое-то новое событие. Например, как у нас было как раз-таки со Скуби-Ду, помните? Мы подходили к Скуби, он говорил нам найти ошейник. Нам нужно было бегать и его находить. Здесь, ребята, всё примерно точно так же, наверное, будет устроено. Предположительно, ребята, у нас будет какой-нибудь чел, который будет нам давать задание, например, найти 20 яиц. И за это нам тоже что-то будет даваться. Это просто прекрасно и очень интересно. Да, смотрите, вы можете как раз-таки трейдить эти яйца на огромное количество всяких пасочных штукенций. Во-первых, я здесь вижу несколько питомцев. Давайте сейчас мы немного приблизим. Это у нас белочка, которая была на обёртке нашего адопта на картинке. Также какая-то чёрная собака и коричневая собака. И в центре, ребята, находится вот такое вот яйцо в очках с глазами и улыбочкой. Примерно такой есть у нас шарик в адопте. Он у нас является редким старым предметом. И огромное количество одежды для питомцев, а также несколько видов игрушек и колясок, атрибутов. Также, ребят, здесь будет легендарная машина. Она, кстати, прикольно смотрится. Это яйцо на колёсах. И это, ребята, называется Egg Delivery Machine, что с английского языка переводится, как, короче говоря, доставка яиц. Вот, собственно, как-то так. И здесь, ребят, такая вот прикольная остроумная шутка подкинута нашими разработчиками. Заберите её для того, чтобы Excellent Ride. Ну, круто ездить, но здесь просто играет слово Egg. Типа, знаете, яйцо. Ну, а должно быть Excellent без Egg. Короче, я думаю, это сложный прикол. Давайте продолжать дальше. Также, ребятки, здесь у нас мы сможем получить вот такого друга. Это у нас, ребята, Carrot. Френд Плюши. Вот такой вот прикольный. Не знаю, правда, кто это. На питомчика не сильно похожи. Это просто, наверное, Плюшевая игрушка. Ну, я так думаю, по крайней мере. И ещё вот такой вот пога-стик. Это у нас морковная пога, на которой можно будет прыгать. Баскет-строллер. Вот такая вот как раз-таки колясочка. И вот такие вот эксклюзивные питомцы. Коричневый спрингер-спаниель. Чёрный спрингер-спаниель. Они будут стоить, ребята... Что? Три тысячи. Три тысячи яиц нужно будет собрать, наверное. Или, возможно, за одно яйцо будет даваться, например, по сто валюты. Фиг его знает, на самом деле. Но вот этих вот пэтиков мы сможем покупать. И, конечно, ребята, вот такой вот прикольный питомец. Это у нас Белка Литяга. Вот такая вот прикольная. Она тоже заходит в игру как премиум питомец. Поэтому, ребята, вероятно, что она будет за робоксы. Это, конечно, не очень прикольно. Но, в целом, ребят, если вам такой питомец нравится, то вы сможете его приобрести. И у вас будет такой эксклюзивный питомец за робоксы. Давайте, ребята, поближе рассмотрим этого самого питомца. Вот такая вот Белка Литяга. Она смотрится довольно прикольно. Говорят, что она стоит 500 робоксов. Пока что официально, конечно, подтверждения никакого мы с вами не узнаем. Потому что, помните, однажды мы с вами думали, что питомец, который был в зимнем обновлении, а именно вот этот, я даже не помню, Хладногнев, по-моему, мы говорили, что он будет стоить 1000 робоксов. А на деле он, на самом деле, стоил 800. То есть мы с вами прогадали и даже в одно время думали, что вот этот призрачный пэт будет стоить 1250 робоксов. А на самом деле он тоже стоил довольно дешево. То есть сейчас Adobe.me делает больше платных пэтов, но в то же время делает им меньшую стоимость. Это не очень, как по мне, прикольно, потому что раньше мы могли купить, например, того же Фроста или Шадоу за 1000 робоксов, но зато вы представьте, насколько они круто сейчас ценятся и насколько они спустя время реально дорогие. Если взять какого-нибудь другого пэта, например, того же Хладногнева или еще кого-то, они до сих пор не начали цениться, хотя прошло уже несколько лет после того, как они вышли. И это наталкивает на мысль, что Adobe.me все-таки выбрали какой-то неправильный темп развития, то есть им надо было просто делать крутых, красивых питомцев, например, того же скелетного дракона, которого мы с вами очень давно хотим, но в то же время зато заработать огромное количество денег, чтобы его купили. Не знаю, ребята. С одной стороны, конечно, хотелось бы красивого пэта за большие деньги, с другой стороны, хотелось бы вообще бесплатных пэтов, тогда было бы супер. Но тоже Adobe.me не дурачье, и постоянно давать нам разных пэтов бесплатно, это такое себе. Короче, ребят, продолжаем смотреть. Это вот такой вот чел, который тоже будет вместе с нами праздновать Пасху, и вы его тоже сможете получить. А, ну тут написано 500 робоксов. Все, проверенная информация, ребят, 100%, потому что здесь даже написано, алло. Короче, ребята, это будет все доступно всего лишь на время, поэтому, ну, все этот, ребята, ивент закончится, когда у нас пройдет Пасха, а Пасха вроде как 24-го числа, поэтому вот примерно как-то так. Будем с вами несколько недель смотреть на это обновление. Ну и, конечно, это событие не стоит пропускать. Вы уже видели, когда оно выйдет, во сколько, в какое время, так что это все нам объясняет, и мы можем как бы уже не вдаваться в более серьезные подробности. Ну и я вам вот что предлагаю. Давайте мы прямо сейчас напишем Adopt.me вот таким вот образом, и здесь, допустим, мы с вами напишем Update. Просто-напросто вот таким вот образом. В поиске забьем здесь, поставим самые последние публикации, и, возможно, сможем что-то здесь, какие-то сливы уже раньше времени увидеть, помимо того, что мы сейчас с вами увидели видеоролик. Пускай видеоролик был довольно развернутый, но я хочу еще что-нибудь. Ого, ребята, смотрите, оказывается, у Adopt.me есть официальный сайт, и прямо сейчас здесь вы можете отслеживать до нового обновления, сколько осталось времени. Нажимаем на кнопку Next Update, и следующее обновление выйдет через 10 часов, 25 минут и 30 секунд прямо сейчас. В общем, ребят, вот таким вот образом вы можете просмотреть. Также я вот прямо сейчас вам советую этот сайт еще раз. Вы сюда можете зайти, и уже увидеть, во сколько конкретно времени по вашему часовому поясу будет как раз-таки выложено это обновление. В моем случае это 21.00, и я могу удостовериться в этом, просто-напросто прибавив к московскому плюс 3 по моему часовому поясу Нурсултана, и получится 21.00. Вот и все. Все очень просто. Заходите на этот сайт, и здесь написано по вашему времени, через сколько и во сколько выйдет обновление. Просто посмотрели, убедились, и все супер-пупер круто. Кстати, ребята, давайте кое о чем еще быстренько поговорим. Это последнее, что я расскажу. Короче, смотрите, ребята, здесь можно стать каким-то инфлюенсером, я не знаю, что это такое, но если у вас есть на канале 100 тысяч подписчиков, а ко мне это относится, можно претендовать на какое-то звание в адопме, и я смогу связываться напрямую с разработчиками адопта. То есть, смотрите, вы сможете связаться с нашей командой, от наших разработчиков, которые могут ответить на любые вопросы, связанные с игрой, до нашего менеджера по социальным сетям, который поможет вам и вашим контентом, с продвижением. Короче, ребята, это все очень удобно было бы, по крайней мере, если бы мы на постоянную основу снова бы начали с вами снимать адопме, как раньше, трейды и всякие прикольные штуки, я бы мог бы вам помогать. Например, мы могли бы просто кидать бы жалобы на каких-то определенных пользователей, причем массовые, какие-то скриншоты, доказательства, они бы их блокировали. Или, например, какие-нибудь баги, мы бы могли им тоже скидывать, они бы их исправляли. Это капец как круто, хотелось бы вместе с ними как раз таки работать, поэтому давайте, ребята, напишите в комментариях, подавать ли мне заявку на такую штуку. Если получится, было бы супер стать таким вот инфлуенсером каким-то, и вместе с ними как-то поговорить, пообщаться с разработчиками адопме. Пока вы, ребята, надеюсь, написали мне, хотите ли вы видеть меня вот этим партнером адопме, я уже написал им сообщение, надеюсь, они мне очень скоро ответят, заполнил их форму, поэтому очень сильно надеюсь, что они мне скоро напишут, и я буду официальным представителем адопта, по крайней мере, очень сильно хотелось бы. Ребята, у меня есть еще одна небольшая просьба, она касается моего канала Рутюб, если вы ранее о нем слышали, то это супер, если не слышали, то прямо сейчас послушайте, это недолго. Пожалуйста, будет ссылка на видеоролик на площадке Рутюб, переходите, пожалуйста, по ссылке, просто поставьте здесь не лайк, а вот такую штуку в топ, проголосовать за видео. Можете написать какой-нибудь комментарий, здесь типа вот такого вот смайлика отправить без разницы. Давайте продвинем мой канал, попробуем здесь его продвинуть, по крайней мере, ибо если вдруг заблокирует Ютуб, нужно будет все равно сюда переходить и каким-то образом продвигать эту социальную сеть. Пока что здесь очень мало людей сидят, но просто попробуйте сделать немножечко больше, поставьте лайк, просто вот такую вот штуку в топ, какую-то ракету, и напишите комментарий. Думаю, это, возможно, поможет, если есть возможность, также подпишитесь, пожалуйста, на канал. Ну, а с вами, ребята, была я, Бабка Шоу, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, встретимся в следующем видеоролике. Goodbye, легендарные внучата.